Реформа местного самоуправления наделила муниципалитеты самостоятельностью. Это означает, что теперь они могут сами зарабатывать деньги и сами эти деньги тратить. Только если для одних это стало стимулом для развития, другие использовали возможность не во благо. Так произошло и в сельском поселении. Давайте посмотрим небольшой материал, чтобы посмотреть, как там обстоит дело. Все у нас, видите, дороги страшные. Нигде не пройдешь. Вот идем еле-еле-еле. Такого ничего нет. Клуба у нас нет. Хотя здоровое село, красивое, большое. Все не двигается, как стоял, так и стоит. Ничего не убирает ни дороги, ни перекрестки. А что я скажу? Плохое дело. Бардак, короче говоря. А что именно не устраивает? Ну что, не берется, не красится. А деньги мы платим. За что платим деньги? А что голова плохая? Я его еще и не видела. А вы записывались на прием когда-нибудь? И что? И не попал. А где он есть? Если хотите к голове помочь, запишитесь. И недельки-две подождите, потом вы к нему попадете. А вот если бы, например, бумажечку получить, так он скажет. Или, ну, например... Врать, я говорю, не хочу. К нему попасть бесполезно. Вы вообще голосовали за него? Да, я голосовала. А он что-то обещал? Обещал. А что обещал? Ну как обещал? Все будет нормально, все. И больница у нас будет. Да не будет. Что ты мозги компасируешь? Да никакой больницы не будет у нас. И посмотри, какой у нас врач-терапевт сидит, что всех выгоняет с кабинета. О, это вообще... Грубинян вот и дой. И что меры принимает? Да никто. Лучше нет и хуже не будет. Пойдем, Надя. Спасибо. Ситуация действительно непростая. И остается только один вопрос. А что делать жителям в этой ситуации? Поговорить об этом мы пригласили в студию экспертов. Итак, Геннадий Лазарев, депутат Законодательного собрания Приморского края. Наталья Коломейцева, политолог. И Данил Макарычев, журналист. Наталья Андреевна, вот, наверное, первый вопрос к вам. Вы опытный политолог. Ситуация в Чикаловском действительно аховая. Глава ничего не предпринимает. Вас ничего не смущает в этой ситуации? Так и должно быть. Нет, меня, конечно, смущает. Я же здесь живу, в Приморский край. Это мой дом. Но я вам хочу сказать, вся проблема... Если бы это был единичный случай, и мы бы сейчас обсуждали конкретного главу за конкретное, так сказать, невыполнение своих обязанностей. Но, к сожалению, такая ситуация у нас складывается далеко не только в этом поселении. Я вот хочу обратить ваше внимание, например, на Ольгинский район. Вот там я доподлинно знаю ситуацию, значит, с выплатами по этому Line Rock, да, вот страшное событие, которое произошло у нас в осенью. И что вы думаете? Тысяча заявлений ушли на имя президента. Почему? Ну, потому что точно так же. Глава совершенно равнодушен, равнодушен к нуждам населения. И вот здесь вот как раз к вопросу о том, вот что такое мыслить государственно. Даже на муниципальном уровне, когда речь идет о главе муниципального поселения. Вот все-таки нужно мыслить государственно, когда мы делаем выбор между тем или иным кандидатом, когда происходит вот этот электоральный процесс. Конечно, нужно делать выбор в сторону человека, который понимает, зачем он туда идет. Ну, вот в основном иногда приходят жители и не понимают, кого же все-таки выбрать. Многие кандидаты им не знакомы. Вот на что стоит обратить внимание при выборе? А вот здесь вот простая вещь. Вот вы же тоже, допустим, вот простые люди, вот вы и в частности тоже вот с парнем начинаете встречаться и думаете, что он самый лучший на свете, а он потом гадом оказывается. Вот понимаете, смысл демократии в том, что нету ничего того, что нельзя поменять. Вот люди недовольны, люди, вы представляете, какие проблемы поднимают. То есть нет ничего, даже в больнице их просто вот отправляют, хамят, ничего не красят, не убирают и так далее. То есть проблем масса. Что делать людям? Повышать правовую грамотность с нашей стороны, потому что люди имеют право снять этого главу. И, собственно, законом это все четко прописано. Мы собираем более 50% подписей избирателей по снятию этого главы и прощаемся с ним. И выбираем нового. Вот именно того, который должен быть. В этом смысл демократии. Они слуги народа и больше никак. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопросы и представьтесь, конечно. Здравствуйте, я из Чкаловки, Алексеева. Вы знаете, вот я тоже смотрела передачу, но я, конечно, не так плохо про ее скажу. Почему? Когда Тосов был, мы тоже за него голосовали, он был, вроде бы, как хороший, тоже все это. Но он не сделал ни площадки около Чельсовета. Сейчас свободно машины подходят, становятся. Не мешают детям, не встать проходить, ничего. Вот я, например, вот мне он как бы как нравится. Мы столько разговаривали. У нас многие люди говорили, что мы бы все равно за него проголосовали еще раз. Хотя первый раз он раньше голосовал, ну, тогда этот, раньше волокировался. Мы за него не хотели голосовать, за ее. А вопрос у вас, извините, а вопрос у вас какой? Вопрос в чем? Вопрос какой? Нет, мы просто вот прямо вот ругались и ругались его. А я думаю, что не совсем он плохой такой, так как говорят тут про него. Спасибо. Вот дошлись все-таки и довольные граждане. Вот, Геннадий Анательевич, у меня к вам вопрос. Я точно знаю, что в органы законодательной власти вас ежегодно, он не ежегодно, а каждый сезон выбирают. И вот что вы говорите такой избирателям, что вас ценят, любят? Ну, насчет любви-то это слишком. Но мне кажется, жизнь устроена довольно просто. И вот с Чкаловским этим главой тоже. Ну, первое, вот я бы как рассуждал, если приходит во власть кандидат, который к моменту своего избрания для себя ничего не сделал, в жизни ничего не сделал. И тут выходит на выбор и говорит, вы знаете, вот я там до 50 лет, до 40 лет дожил, сам гол как сокол, семьи нет, работы нет, но вы меня изберите и будете, образно говоря, жить в шоколаде. Ну, думайте сами, за кого голосовать, и надо ли за такого главу или депутата голосовать. Это с одной стороны. А с другой стороны, если говорить применительно ко мне, то я, избираясь, уже, скажем так, взял за правило, могу говорить за правило, потому что в шестой раз избрался, не обещать того, что не сможешь сделать. И если даже меня там пытаются на это подвигнуть, я говорю, давайте я сначала изучу, а потом скажу, смогу я это сделать или не смогу. Это первое. А второе, после того, как тебя избрали, надо не уходить под поле и не прятать голову в песок, как страус, а надо с избирателями работать, надо работать с властью муниципалитетов, быть им полезным, они от тебя должны видеть отдачу, и тогда у тебя все получится. А у нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, представьтесь, и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Меня зовут Юрий. Я хотел просто обратить ваше внимание, я не знаю этого главу и вообще не живу в этом месте, но хотел бы обратить внимание, по действующему законодательству, глава сельского поселения не отвечает за дороги, за уборку мусора и за больницы. Я думаю, уважаемые эксперты подчеркнут и подтвердят это. Поэтому как бы надо, когда материал делаете, каким-то образом собирать информацию о полномочиях этого негодяя главы. Хорошо, спасибо. Но мне кажется, глава может как-то все равно поспособствовать решению проблем, что входит в обязанности. Давайте вот развеем иллюзии. Ну зачем нам тогда мэры вообще, зачем все эти люди, зачем нам вообще муниципальная власть? Вы понимаете, что в принципе вертикаль, муниципальная власть не входит в систему государственной власти. То есть это вот наше с вами желание выбрать себе, ну грубо говоря, управдома что ли. Вот мы все в одном большом городе живем, в Владивостоке, это наш один большой дом. И вот мы выбираем с вами думу, выбираем мэра. Для чего они нам нужны? Для того, чтобы решать вот эти хозяйственные вопросы. Что такое мэр? Ну или что такое глава поселения? Это человек, который уполномочен нами с вами, жителями, делать нашу жизнь комфортной, решать хозяйственные вопросы. Это не политик в прямом смысле. Это не его задача. Вот пусть он реально занимается совершенно понятными, текущими, хозяйственными вопросами. Тогда будет все в порядке. Поэтому нет, это в какой-то мере заблуждение. Глава всегда может повлиять на то, чтобы в его районе было по-другому, чтобы это все работало. У нас в студии Данил, он часто ездит в различные командировки и видит жизнь в крае, как она есть. Скажи, Данил, как отличаются поселения друг от друга и как зависит это от власти? Даша, на самом деле все очень просто. Наталья сказала, что глава в первую очередь сельского поселения хозяйственник. Любой человек в деревне, он понимает, что он выходит и смотрит, чистая ли улица, не пускай звезды, убран снег. Но все равно чья это дорога? Федеральная, краевая, районная. Кто за это должен отвечать? За это отвечает только глава в своем поселении. Больше никто. Я тебе могу сказать, что есть, допустим, Ракитинское поселение, это Дальневеченский район. Я прекрасно знаю, какая там ситуация. Там глава просто собирает общественность и говорит, ребят, нам нужен стадион. Все пошли. У них нет там универсальной спортивной площадки губернации. Наверное, когда-то появится. Но им нужен сейчас стадион. Они собираются сделать свою футбольную команду. Пошли, выкосили. Кто-то там косилку принес, кто-то еще что-то. Значит, нам нужен сквер памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Вот есть деревья, которые сажали когда-то ветераны. Давайте мы приведем это в порядок. Все встали поселением всем. Там тоже несколько селок туда входит. Все встали, пошли, это сделали. То есть, вот это все зависит от того, ну, от инициативы. Ген Кенчич это говорил, да, о том, что нужна инициатива. Понятно, что, может быть, полномочий нет. Но неужели этому главе приятно ходить по этим улицам? Ну, вот в случае с Всеволодом, да, Святеевичем, мы знаем прекрасно, что ему не то, что приятно, он, его нет там. Ну, мы вот не видели просто наши коллеги, репортажи, которые ты делала, да, то есть, приехал, а его нет на рабочем месте. И вот прекрасно говорят, его не видели, этого главу. Он год как выбран, а его не видели там. Как бы вот это самая большая проблема. Здесь человек должен быть на виду всегда. Ну, как бы я так считаю, что сельское поселение любое. Ну, еще масса есть в Приморском крае, на самом деле, где вот так вот люди работают. Я не знаю биографию, вот ию, да, полностью, но чаще всего главами сельских поселений вот на таком уровне становятся люди, которые выросли в этом селе. Им как бы стыдно становится, если они вдруг плохо исполняют свои полномочия. Потому что бабушки там живут многие, которые знали его как внука, да. И я хочу сказать сразу же, это не партийная принадлежность, да, человека. Потому что есть у нас главы районных администраций, которые не входят там, им все равно, они делают свое дело. В Ханкайском районе Владимир Ильич Мишенко, он там, ОДПР, говорили там, вот он должен быть, да не должен быть, он обязательный в Съединении России, он должен быть в первую очередь хорошим, ну, менеджером или хозяйственником. Ну, это касается, что хозяйства именно в поселениях. Но есть и другой аспект. Почему в последнее время политологи стали больше уделять внимания вот именно выборам в муниципалитетах? На что на это повлияло? А вы считаете, что политологи уделяют больше внимания? Ну да, сейчас стало чаще просто говорится об этом. Я не уверена абсолютно, что там наши коллеги, ну, вот мы, например, с Юрием Юрьевичем все время уделяем внимание и уделяли всегда еще до реформы. Потому что, ну, политика, она, понятно, делается в столице любого региона и в столице любой страны. Но вы же понимаете, что важно понимать качество жизни. Что такое политолог? Вот у нас любят там про политтехнологов. Ну, настоящий политолог, ему важно понимать глубинные процессы. И, конечно, то, как живут люди в крае, это самый показательный момент. Я почему вот согласна абсолютно с коллегой. Я совершенно не знаю, вот господина Ию, да, я, конечно, слышала тоже о нем, и он очень сильно пропиарился в недавнем электоральном цикле, что уж там говорить. Но, вы понимаете, больше всего меня беспокоит сам подход к осуществлению муниципальной власти. Вот понимаете, в советское время люди горели своими идеями. А сегодня приезжаешь в поселение, и в большинстве своем, ну, я не могу, денег у нас нет, вот ничего у нас нет, а что лопаты не взяли, а что вот там обратились там жители одного района, нужно там кладбище покосить. Я говорю, ну, как же вы свое же кладбище не можете покосить? Ну, как же? Как же? Почему нужно инвестора на это искать? То есть люди немножко путают эти вещи. А вообще, я считаю, что главы поселения, они вот не должны отнекиваться, они должны понимать, сегодня реалии другие. Вот прошла муниципальная реформа, государство говорит, вы хотите полномочий, получайте полномочия. Но подход должен быть другой. То есть если ты получил полномочия, то, значит, ты должен теперь челночную дипломатию реализовывать, искать инвесторов, искать те возможности, в которые тебе государство предоставило, вот искать их, а по-другому никак. Или забирать полномочия тогда и делать уж все централизованно, как у нас это было в советские времена. Геннадий Анатольевич, много ли поступает каких-то предложений в законодательное собрание от муниципальных властей, там что-то изменить? То есть могут ли они как-то на это влиять? Ну, поступает много, но, к сожалению, ситуация такова, что вот уже Наталья говорила про благословенное, я считаю, советское время. Но если вспоминать тот период, была система подготовки кадров. И вот эта подготовка кадров, она может быть правильными, неправильными методами реализовывалась, но это от самых первых низких уровней руководства до самого верха. Сегодня мы все уповаем на выборы, и если вспомнить годы перестройки, ну, у нас были предприятия, в которых директоров позаменили на бригадиров выбранных. Ну, и чем это кончилось? И вот сейчас тоже, мне кажется, выборы-то они должны быть выборами, но выбрали человека, и должна быть система подготовки кадров. И мне кажется, еще, что очень важно, не только система подготовки кадров, а мы должны жить по сбалансированным планам. Вот у нас ведь фишка-то еще, вот, она идет тоже от советского времени, в том, что мы за 30% ресурсов хотим жить на 100%, а так не бывает. И если взять вот тему нашего разговора, поселения, муниципалитеты, край, и вообще вся страна, если честно сказать, то мы живем непосредством. Мы хотим жить так, как живут арабские шейхи, а производительность труда у нас 10% от американской. И чудес не бывает. И поэтому мы вынуждены бюджет латать, поэтому мы не имеем даже, мне кажется, 50% денег на то, чтобы реализовывать свои полномочия, и в том числе, особенно обездоленными и ущербными остаются поселения, потому как это самый низкий уровень управления, и у нас все по справедливости. В столице основные деньги, в регионе чуть поменьше, в муниципалитете еще меньше, а поселениям что останется? А полномочия большие. Ну и вот отсюда, мне кажется, идут все результаты. А если на это еще наложить то, что неподготовленные управленцы реально не умеют этими деньгами руководить и людьми руководить, то вот мы и получаем то, что получаем. И, конечно, мы на уровне краевого законодательного собрания пытаемся что-то делать, опять же, в рамках наших полномочий, но, прямо скажем, не все получается. А вот конкретный пример. У нас на этой неделе было законодательное собрание, мы рассматривали бюджет Приморского края. Хорошая затея. Маленькая деталь. До 1 января осталось уже меньше двух месяцев, а мы бюджет Приморского края принимали в усеченном виде. Почему? Потому что мы еще не знаем, мы край дотационный, мы не знаем, сколько денег нам придет Приморский край в бюджет из столицы нашей Родины. Следовательно, у нас где-то, по моим оценкам, порядка 80% денег. Теперь мы только сегодня рассмотрели наш бюджет, потом бюджет муниципалитета должны рассмотреть, потом бюджет поселения. Ну и что? Это будет уже в разгар 2017 года. Ну и какая плановая система работы? А если умножить это еще все на то, что связано с процедурами закупок госконтрактов и т.д. и т.п., у нас уже сложилась стабильная практика. Начался первый снег, и у нас пошел первый асфальт. Потому как пока суть до дела, мы к сентябрю, к октябрю, а в октябре у нас уже на севере идут снегопады, или снежок начинается, мы только готовы укладывать асфальт. И вот это из года в год, и мы каждый год наступаем на эти граммы. Ну что касается заработка муниципалитетов, они как-то могут свои расходы покрыть? Так вот, это еще одна фишка наших муниципалитетов. Их доходов с их полномочиями хватает чаще всего только на то, чтобы платить заработную плату управленцам. А кто в этом виноват? Но могут ли они больше зарабатывать? Есть ли такие возможности? Нет, гипотетически зарабатывать могут. Но для этого я еще раз считаю, что должны быть во главе сельских поселений профессионалы, люди, которые показали, что они чего-то в жизни этой могут. А если зайти к этому главе поселения, и у него во дворе разброты, шатания, ни забора, ни калитки, ни нормальных окон, ни дверей, то ты для себя ничего не смог сделать. Что ты сделаешь для своих селян? Ты не умеешь зарабатывать деньги, ты не умеешь всю эту систему настроить. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Там, где толковые руководители, там есть результаты. Там, где вот такие пиарщики, вы меня выберете, я гол как сокол, но вы будете жить все при коммунизме, вот у нас и получается чкаловский вариант. Наталья Андреевна, что ты хотела сказать? Ничего добавить на самом деле. Данил, вот ты рассказывал о позитивных примерах самоуправления. Кто местные главы эти? Ну, они профессиональные управленцы, хозяйственники. Можно их как-то характеризовать? Да, это чаще всего люди, которые приходят, именно с положительными примерами, это люди, у которых какой-то опыт был руководством предприятиями. Значит, это люди, которые как минимум с экономическим образованием, хотя бы, то есть не понимают, как управлять. Ну, и бывает, что это люди еще очень хорошие общественники, то есть они заводят свое поселение до того, что вот там давайте сделаем просто там митинг там тогда-то, ну, давайте там ДК сделаем. Знаете, здесь даже есть пример, да, плохой, вот обратно, да, стороны. В Терненском районе, значит, там, я не помню, Амгинск, Амгу, в общем, всего это поселение там тоже, вокруг лес. Там надо дровами топить клуб местный. Вот это было в позапрошлом году, не знаю, может, сейчас решили вопрос. Вот, надо было лес вокруг, а глава не может решить вопрос доставки дров в местный клуб. Ну, это как? Ну, то есть, бывает, ты приезжаешь в отдаленные села, где никакого леса вокруг нету, а у людей дрова в домах, значит, школа топится, значит, все довольные, там, водят хороводы, устраивают праздники самые различные. Все зависит только от главы, то есть от личности. Конечно, да, это люди, которые, ну, чаще всего это не среднее образование. Конечно, это высшее образование, конечно, это чаще всего образование экономическое либо юридическое. Люди очень хорошо подкованы, у них минимальное количество заместителей, прям, ну, прям минимум, там один какой-то существует заместитель. Вот, наверное, тоже распадывание, да, средств, там, бывает, там, держит секретаря, там, двух-трех замов, там, еще какого-нибудь начального какого-нибудь отдела у себя там в поселении находят, их там целый аппарат там работает, а никто справляется там практически сам. Вот эффективное распадывание средств, ну, вот так вот. Наталья Тринбовна, возвращаясь к Чикаловскому поселению, и, в принципе, как жители могут уже на избранного главу повлиять? То есть ходить куда-то, обращаться? Я не знаю, честно сказать, не хотелось бы призывать прям вот так вот в прямом эфире, да. Ну, тем не менее, вот повторюсь еще раз, мы живем в демократическом государстве, как бы это кому не нравилось или нравилось, и у нас существуют совершенно понятные и довольно легкие механизмы воздействия на власть. Ну, во-первых, если людей что-то не устраивает, они пишут обычно в прокуратуру, потому что прокуратура это как раз тот орган государственной власти, который и осуществляет надзор за деятельностью других государственных органов, и муниципальных в том числе. И, насколько мне известно, как раз вот с муниципальными органами, они работают теснее всего, потому что глава поселения, когда приходит к власти, он, так сказать, ему нужно понимать вот те правовые рамки, в которых он должен осуществлять эту власть, и тут, конечно, прокурор должен ему всячески содействовать в этом. Это первое. А второе, самое важное, это вот элементы демократической власти. Мы же должны, мы же все знаем, что у нас народ это единственный источник власти в стране. На самом деле это так и есть. У нас есть примеры в крае, где люди собрались, собрали более 50% подписей за снятие главы и главу сняли. Такие примеры есть. Я не хотела бы их сейчас называть здесь, но они, вот, они есть. Ну, главное, что... То есть, в принципе, не надо вот совсем обреченно так, вот у нас плохой глава и все. Если к главе есть... Вот и здесь очень важный тоже момент. В некоторые районы приезжаешь, да, вот то же самое слышишь от людей, и они начинают собрать и не могут собрать. Потому что часть избирателей не согласны. И вот тогда им приходится как-то вот друг с другом договариваться. Это тоже вот элемент народовластия. Поэтому здесь все от людей на самом деле зависит, от избирателей. Спасибо большое. Знаете, я считаю, что здесь еще одна деталь есть, и она в чем? Вот мне кажется, у каждого народа есть свои традиции. И вот мне кажется, мое представление, в традициях русского человека все-таки был царь, потом генеральный секретарь, сейчас президент, и это правильно. И вот моя точка зрения, все должны быть управляемыми. И избрали главу, но не работают. За поселенческую структуру отвечает муниципалитет. И у главы муниципалитета должны быть полномочия применительно к главе поселения такие же, как у президента по отношению ко всем несостоящим. Он может за недоверие, мы знаем, убрать министра, он может убрать любого руководителя региона и так далее, и тому подобное. И в моем понимании должен быть еще механизм отзыва и руководителей на уровне глав поселений. Другое дело, я знаю, что там в очередь за этим статусом не стоят, но и полномочий, к сожалению, сегодня, таких, которые бы позволяли оперативно принимать решения, нет. А вот эта процедура через прокуратуру, через все вот эти демократические институты, она рассчитана на то, что вот избрали, первый год он осматривается, второй год вроде начинает работать, третий год пошла прокуратура, и как раз пять лет истекло. Понимаете? Поэтому вот власть, в моем понимании, должна быть жестче. Ведь тебя же никто не заставляет идти в главы поселений. Тебя что, из твоего рабочего места выдернули и сказали, иди главой? Ты сам захотел. Ты сам захотел, и избиратели выбрали. На этой ноте хотелось бы уже закончить, потому что эфирное время не бесконечное. Но от себя хотела добавить свои голоса в пользу того или иного управленца, отдаете именно вы. А значит, от вашего выбора зависит то, как изменится жизнь в родном поселке или городе. На этом все. Это была программа «В центре внимания». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова